Современная наука доказывает, что каждая капля мёда содержит более 70 весьма важных для здоровья человека веществ. Существуют разные виды мёда. Что у вас на прилавке стоит? С большим удовольствием. Стоит мёд этого года, разные сорта. Начиная майская, акация, липа, софора предпоследней, раздотравия шелфеем многолетним и гречика. Этот продукт уникален по насыщенности полезными свойствами. Мёд улучшает самочувствие, дарит красоту и поддерживает молодость. Особенно важны его лекарственные свойства, ведь цены в аптеках выросли, а у нас натурпродукт с полезными качествами. Знатоки особенно ценят гречишный мёд за его целебные свойства. Этот мёд самый богатый. Он богатый железом, повышает гемоглобин. Вообще он кровотворный. Кровотворный. Самый богатый мёд. Но его не все любят, он специфический мёд. Софора – это для сердечка, для желудка. Сугубо. Акация – общий укрепляющий от всего и для всего. Майский мёд – это только деткам до 6 лет. Беспыльцовый, безалергийный, по-украински кажучи. Ну что еще? Соты есть. Маточное молочко. А маточное молочко для чего? Маточное молочко – это самый-самый эпогей нашего пчеловодства. Пчелка вырабатывает. Это очень дорастающий продукт, но нужен для нашего организма. Но не следует забывать о целебных свойствах не только мёда, но и продуктов пчеловодства. Мёдом можно вылечить всё, говорят, да? Да, да. И все, кто торгует мёдом, говорят, что мёд… Это правда. Это правда. Смотрите, прополис. Прополис – это что? Эта пчелка собирает смолы с деревьев и страв. Но это натуральный антибиотик. Это незаменимый продукт. Это огнёнка. Личинка восковой моли. Это для иммунитета детям. Это лечение бронху лёгких. Даже она растворяет, она единственная, палочку коха. Это первое лекарство при туберкулёзе. Первейшее, самое лучшее, самое последнее из медицинских показаний. Подмор. Настойка подмора. То есть пчёлы, которые умерли, они тоже приносят пользу. Там остаётся мешочек с ядом. Это для сосудов, для состава суставов тоже лекарство вообще чудо-действенное. Мы поинтересовались у горожан, как правильно выбрать мёд. Значит, смотрите, баночка полулитровая. Переворачивайте, если он жидкий. Переворачивайте. И там такие шарики, бульбашки. Это раз. Это хороший? Да, это хороший мёд. Ещё? Если он в декабре уже вот так, октябрь-декабрь, ноябрь, он должен сахариться, кристаллизоваться. Он мутный становится. Да, это однозначно, да. Если вы покупаете жидкий мёд, когда уже время декабрь, всё, это уже его растворили, перетопили, добавили, всё. Значит, настойка делается на полыне обыкновенная. Вот как вы отвариваете полынь, запариваете её, и туда чайная ложечка мёда. Прекрасная настойка. Это ромашка. Значит, полынь, она желчегонное прекрасное средство. И мёд он снимает спазм. Это для заболевания желудочно-кишечного тракта. Также мёд принимается в разных – полоскание горла, смазывание, рассасывание этим самым, с трептоцитом, то есть мурилянтовской повод. Определённой дозы мёда, которую можно было бы советовать съедать, не существует. Иногда достаточно одной-двух чайных ложек. Иногда можно съесть и больше. Следует учитывать, что мёд – это высококалорийный продукт. Но есть и противопоказания к употреблению при аллергических реакциях. Также нежелательно его употреблять при сахарном диабете. Ирина Паил, Анатолий Лукинчук, Виталий Солодухин, Бисарабия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова